Олег Петрович Василенко, главный тренер команды «Аланья» по итогам матча «Родина Аланья». Олег Петрович, как обычно, ваше резюме по сегодняшнему матчу. Поздравляем с победой. Спасибо большое. Мы рады, что мы выиграли. Мы рады, что в таком сложном матче, сложном соперникам удалось добиться победы. Я благодарен всем парням абсолютно. Мы благодарны болельщикам, которые сегодня очень большая армия нас пришла поддержать. Полностью разделяем с ними, разделяем с болельщиками, которые остались в Ладикавказе и смотрели трансляцию. И вообще с людьми, которые за нас переживали. Что касаемо содержания игры, то начало сумбурным получилось. Немножко мы суетились, на наш взгляд, и мы мельчили. Мы предполагали, что будет давление, что соперник будет играть в четыре, что немножко не разобрались. Мы понимали, что будет диагональная вещь. Немножко такие вещи, которые не своевременная занятая позиция. Ну вот, как бы, с чем это связано? Ну, у всех было желание, у всех были эмоции, вот. Но, как бы, подкорректировали. И во второй тайм был такой более целостный. В общем, хорошая игра получилась, и такая бояда острая. Как бы, двигаемся дальше, мы выиграли, и отлично двигаемся дальше. Команда очень быстро вернулась, можно сказать, в игру после пропущенного мяча. И, в целом, одержала, получается, в любую победу. О чем это говорит? Это говорит о характере, который есть у команды? Безусловно. Ну, то есть, мы, в принципе, не рассчитываем пропускать мячи. И здесь такой мяч не обязательно, когда мы выключились. Надо признать, что, как бы, ну, выключаешься и получаешь гол. Нас не может сломить гол. То есть, у команды есть характер. Команда это проявляет и показывает всегда. Поэтому, собственно, мы понимали, что мы ставили мяч на центр для того, чтобы начать быстрее игру. И сравнять счет, и выиграть, ну, двигаться дальше, выиграть матч. Насколько для Аланья этот матч был принципиальным, учитывая, что в прошлом сезоне была конкуренция за место в стыковых матчах? И, может быть, команда настраивалась как-то по-особенному на эту игру? Нет, мы никак по-особенному не настраивались. Для нас каждый матч это принципиальный, потому что тот сезон, это тот сезон. Этот сезон мы начали с чистого листа, это наш путь, и мы двигаемся от матча к матчу. Для нас каждый соперник, он принципиальный. Мы двигаемся так, потому что тот же сезон уже прошел. В том году мы решали свои задачи. Наша задача была попасть в двойку. Первое место был отрыв, но мы хотели зацепиться за двойку. То есть у нас была своя задача. Мы перед последним туром только узнали, кто у нас на четвертом месте, на пятом месте. То есть там у команд была своя история, поэтому у нас была своя история. Олег Петрович, Пенедик ТВ, Матч ТВ. Чуть не появлялась, будет вопрос. То есть игра была отличная, хорошая, есть подельщики. Хотелось бы узнать ваше мнение, вообще, насколько вы в курсе, что сейчас со стадионом в Владикавказе, в каком состоянии он находится, в каком этапе? Он находится в состоянии стройки. Мы же по окончанию сезона прошлого, мы понимаем, что нас не допустили до стыков из-за стадиона. Это был, я бы сказал, даже не холодный душ, а ледяной душ для всех. Я думаю, что все проснулись, и стройка работает. Стадион строится. Ну, и еще один вопрос. Возможно, такая ситуация, что вот по окончании этого сезона по результатам команда может выйти в РПЛ, но стадионы не будет. Вообще, вы посмотрите такой вариант, и что будет делать команда, и что будете делать лично вы в сложившейся ситуации? Ну, такой вопрос из области как бы представить, там, теоретически. Я вам скажу, что так далеко вообще не загадывать ни я, ни команда. Нам, наши старшие руководители республики нам сказали о том, что стадион будет построен. Мы, мы это услышали, мы это приняли, и мы сконцентрированы на, просто на собственных действиях, на оттура, мы живем оттура оттуру. Вот на этом сконцентрированы, но точно я не, как бы, мне сложно сказать, что мы будем делать, но потому что это год еще впереди, да. Я, не знаю, я не провидец, я тренер, мне сложно ответить, ну, в таком контексте, знаете, на ваш вопрос, потому что, вот из-за чего я сказал, что я сконцентрирована на команде сейчас, и мы, мы в целом, вот, от игре к игре движемся. У нас есть много вещей, которые, которые нам хочется улучшить. И вот, вот это для нас сейчас вообще гораздо интереснее и важнее. Давайте так, я конкретизирую. Вы будете разочарованы в подобной ситуации? В подобной ситуации, наверное, все будут разочарованы, но я не допускаю такой мысли, потому что, как бы, мы же вот сейчас споткнулись об этом в прошлом сезоне. Я думаю, вряд ли кто-то захочет наступать на грабли, которые лежат, правильно? Ну, все понимают, все же люди взрослые, все понимают, что нужно просто поднять грабли и их поставить, и двигаться дальше. Спасибо. Если нет других вопросов, кроме стадиона, спасибо большое.